Победа – это слово, звучащее на разных языках одинаково громко и патриотично, стало символом мира и благополучия, стабильности и устремленности в будущее для нескольких поколений белорусов. Именно победа положила начало новой жизни, которая уверенно шагала по территории Советского Союза вместе с счастливыми семьями, вместе с передовиками производств, поднимающих с нуля разрушенные фабрики и заводы, вместе с теми, кто выжил в этой страшной войне, чтобы сегодня рассказывать внукам и правнукам, почему так ценен мир и почему его нужно беречь. Парад Победы в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Тогда его зрителями стали тысячи людей, которые, несмотря на проливной дождь, оставались на площади, чтобы понаблюдать за красивым действием. Сегодня, 9 мая 2016 года, на улице светит яркое солнце, которое в буквальном смысле символизирует. Настал новый мирный год, наступила новая мирная весна. Ветераны. В этот день они по-особенному серьезны и решительны. Как тогда, в 45-м, когда на Красной площади в Москве, в одном строю, плечом к плечу, навстречу будущему, шагали практически 40 тысяч советских солдат. Ветераны. Их парадные кители сегодня ничуть не уступают гимнастеркам, выпущенным в победный год на московской фабрике «Большевичка». Только наград на них стало еще больше. Ведь, вернувшись с полей сражений, эти люди не стали отдыхать. Они пришли в свои части и подразделения обучать военной науке и патриотизму молодое пополнение. Они стали специалистами в политике, экономике, науке, сельском хозяйстве и продолжали неустанно работать на благо одной большой родины. Они воспитали детей, внуков и правнуков. И завещали им быть преданными своему делу, своей семье, своему отечеству. Наш завод эвакуировался в Верхний Исецк, и там был завод. И нас туда определили пацанов работать на этом заводе. Через месяц меня назначили, уже мне было 15 лет, меня назначили, даже 16, это в 42-м году уже, назначили бригадиром комсомольской молодежной фронтовой бригады, монтажником. Монтальником. В цехе, в самом тяжелом цехе. Нам было очень трудно. Но мы выжили. Мы русские. Мы приспособлены жить долго. Когда нас привезли, я пошла дояркой. И дояркой отработала 32 года. Поваром на пароходе работала, как только замуж вышла. А потом дояркой. Всегда была впереди дояркой. Передовой все время была. Поэтому я долго живу. Потому что я люблю очень трудиться. Мне 89 лет, а я еще копаю, картошку сажаю. Я еще таблеток не пью, лекарства не пью никакого. Потому что я закаленная. Торжественная колонна растянулась на несколько сотен метров. Бесспорно во главе действия представители элитных подразделений войск страны. Отточенный шаг и особенная выправка ничем не уступает той, с которой 71 год назад по плитам Красной площади маршировали солдаты-победители. Тогда, в 45-м, как, впрочем, и сегодня, военнослужащие проходили большую образовательную школу, в которой было место и жесткому отбору, и усердным тренировкам, которые продолжались не один час. Годы берут свое, и в этой большой процессии уже не так много тех, кто помнит, какой ценой была достигнута эта победа. А те, кого с нами нет, остаются навеки солдатами бессмертного полка, подразделения которого нет ни в одном штабном расписании. Однако его солдаты живы до тех пор, пока жива память о них. Все больше в этих памятных парадах принимают участие молодые люди. В наше время, когда события Великой Отечественной войны получают некоторую двойственность в трактовке, именно на плечи юноши и девушек ложится важная обязанность – пронести сквозь годы память о тех, кто подарил нам шанс на мирную жизнь, и рассказать о подвиге народа, которого не смогло сломить ничто. Немало в колонии иностранных гостей, и просто людей, неравнодушных к этому особенному дню. Я и наша делегация очень рады, что мы можем посетить город Брест, московский район, и вместе с ними приходить в крепость и праздновать этот праздник. Я вижу, что у вас большой патриотизм. Люди хорошие, люди хотят помнить своих близких, которые погибли. Это очень хорошо. Мне нравится, что так много людей здесь. Мне нравится, что много ребенков, детей. Это очень важно. Для нашей семьи это очень большой праздник. У нас сегодня День Победы – это воевал дедушка, прадедушка. Мы все очень это помним, ценим. А с мужем у нас сегодня 30 лет совместной жизни. День Победы – это для нас священный праздник. Погибли наши деды, прадеды. Благодаря этому мы живы, сегодня живем, у нас мирное небо. А детей, я с маленького, ходим каждый год, потому что это праздник, о котором не стоит забывать. Это наша история, ее надо любить и уважать. День Победы – это не только для меня, это, безусловно, наверное, для всего государства самый, что ни на есть, священный праздник Победы в Великой Отечественной войне, так как было много пролито крови, много отдана за эту Победу. И этот праздник должен отмечаться всей страной. По традиции, ежегодно памятные мероприятия, посвященные 9 мая, проходят в стенах Священной Цитадели. Именно она, стойкая и непокоренная, сражалась до последней капли крови с врагом, пришедшим на Брестскую землю. Мужество защитников крепости стало первой преградой на пути немецких захватчиков и первым огоньком, который дал надежду на то, что советский народ не будет жить по чужим правилам. И на этой земле воцарится мир и спокойствие. Нет в Белоруссии, наверное, ни одной семьи, которая бы не коснулась Великой Отечественной войны, в том числе и нашей семьи. У меня два родных дядя погибли, один пропал без вести. Поэтому, значит, конечно, этот праздник тоже со слезами на глазах, как и у всех. Несмотря на минувшее время, не тускнеет и не стареет память об этом великом событии. Помнят о нем и седые ветераны, и юные школьники. И в эти майские дни мы с особой признательностью и теплотой вспоминаем тех, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость нашей Родины. 71 год мира, 71 год благополучия, 71 год без войны. Как много это значит для нации, как много это значит для жизни народа. Мы победили, потому что были вместе. Эти слова сквозь века будут передаваться из поколения в поколение. Ведь только вместе можно строить правильный экономический и политический курс. Только вместе можно добиваться поставленных образовательных и культурных высот. Только вместе можно сохранять память и жить во имя традиций и будущего нашего государства.